Ох уж этот хайп на Серёге, невероятный штурмовик с невероятной историей пилота, о которой невозможно молчать. В целом, любой Су-25 на своём БРе машина хорошая, ухудшить её трудно, а потенциал на прирост огневой мощи огромный. Су-25СМ3 это обычный Серёга, но только с тремя дополнениями. Это БКО, который автоматом отстреливает ЛТЦ, хороший теплак в прицельном комплексе и новый УРВП ХА-38. Причём последние как по лазеру, так и по тепловому наведению. И именно они увеличивают боевую эффективность Серёги. Ракета летит номинально 40 км максимум, но самолёт в воздухе танковых сражений резается обычно в 15 км от поля боя и вряд ли вы сможете когда-либо пустить ракету с такой дистанции. Вы просто резаетесь, включаете стабилизацию, ищите таргеты через теплак и на подлёте уже дефолтные 10-12 км, с которых и Х-29 или Х-25 пускаются. Но Х-38 всё равно мощнее, поэтому применять её приятнее, особенно Х-38 МТ. То есть это буквально первый советский выстрелил и забыл, где не нужно вообще напрягаться, и это максимально эффективно. Напрягать тебя будет ЖЖ Интертеймент, либо погодой, либо препятствиями. Геймплей на Х-38 МТ это просто откинуть 4 ракеты и сделать 4 фрага. После уже заниматься штурмовкой Х-25 или сбивать самолёты, да вертолёты, ну или пушкой штурмить. Фокусить Х-38 разумеется надо в первую очередь ЗРК, а потом уже танки. И если Х-38 МТ это просто раскидываешь по танкам и ждёшь, то Х-38 МЛ это надо уже доводить ручками до каждого танка. Ты можешь их по очереди пускать с разбросом в несколько секунд и потом доводить до каждого противника, ибо они очень хорошо доворачивают, имеют хорошую скорость и плюс летят сверху вниз в крышу. Ну а если не в крышу, то можно ложить рядом с танком и убивать сплэшом. Особенно забавно делаются так несколько фрагов, особенно каких-то кемперов, трущих друг другу жопы за камушком. Минус только зона целеуказания лазера, она не очень большая. Но ракета явно не имба, ибо её могут спокойно сбить ЗРК, просто люди в массе своей ещё об этом не знают. Да, вы можете радаром захватить любую подобную ракету и сбить её зуром. Это актуально, к примеру, в полковых или других соревновательных форматах. А в рамках обычных боёв, да, работяги этого не знают, и поэтому очередной Russian BS, который не даёт жить всем остальным. Не контриться. В общем, самолёт хороший, как дополнение к топ-тиру, окей. Чуть более приятная версия Су-25Т, или же Су-39, которые мне нравились и с Ха-29. Против грамотных игроков будет трудно его применять, но с прикрытием... Прям такой не слабенький штурмовик. Мира.